Гибель главы ДНР Александра Захарченко это провокация, ведущая к повышению напряженности в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Поддержку донецким коллегам в расследовании преступления окажет Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «Акт международного терроризма». По горячим следам задержаны несколько подозреваемых в причастности к нападению. Они сознались, что следы ведут на Украину. В режим повышенной готовности приведены силовые ведомства и ДНР, и соседний ЛНР. Сейчас к месту, где прогремел взрыв, люди несут цветы. Из Донецка репортаж Юлии Чумаковой. Взрыв в ресторане на бульваре Пушкина в самом центре Донецка был настолько сильным, что его слышали на окраинах города. Судя по металлическим конструкциям, вывернутым наружу, бомбу заложили внутри здания. По данным средств массовой информации, в светильник. Сработало взрывное устройство от звонка по мобильному телефону. Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко, оказавшийся в эпицентре взрыва, получил тяжелые травмы. И, несмотря на все усилия врачей, скончался в больнице. Всего власти сообщили о двух погибших и одиннадцати пострадавших. В городе сразу объявили план перехваток, усилили патрули. Въезд в Донецк сейчас ограничен. Вот вы видите, военные проверяют буквально каждую машину. Не исключено, что пособники террористов были среди ближайшего окружения Захарченко. Несколько человек уже задержанных, которые дали показания. На результате еще подтвердилось, что это украинская диверсия. И все виновные будут наказаны в деяниях своих. И я точно заверяю, что будут наказаны. И в Донецке, и в Луганске уверены, за этим терактом стоят те же, кто убил других известных командиров. Михаила Толстых с позывным Гиви и Арсена Павлова. Позывной Моторола. Убийство Александра Захарченко стало самым веским доказательством того, что нынешний киевский режим это террористическая организация. И сегодня террор как таковой на Украине возведен в ранг государственной политики. И в российском МИДе считают, что очередное убийство вполне укладывается в логику силового решения, которое придерживается Киев. Особенно цинично все это выглядит на фоне так называемого школьного перемирия, только что объявленного к началу учебного года. Вместо выполнения минских договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, Киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне. В Следственном комитете России готовы помочь донецким коллегам провести тщательное расследование. Уже возбуждено уголовное дело. Это акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку. Действия неизвестных подвергли опасности жизни и здоровью неопределенного круга лиц, которые находились вблизи места взрыва. Александр Захарченко был очень популярен в республике. На выборах в 2014-м забывшего шахтера, взявшего в руки оружие, проголосовали более миллиона избирателей. Пережил несколько покушений, но все равно продолжал рисковать и часто ездил на передовую. В Дебальцеве попал под обстрел снайперов прямо во время интервью. Тогда погиб его охранник. Там же, под Дебальцево, глава ДНР был ранен, и парад победы в Донецке в 2015-м пришлось принимать с костылем. Соболезнования в связи с трагической гибелью Захарченко накануне выразил Владимир Путин. Президент России назвал его настоящим народным лидером, смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса. Подлое убийство Александра Захарченко – это еще одно свидетельство. Те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями Юго-Востока, а делают опасную ставку на дестабилизацию ситуации, на то, чтобы поставить народ Донбасса на колени. Этого у них не получится. А на Украине поспешили опровергнуть все обвинения в организации терактов Донецке. В СБУ назвали убийство Захарченко результатом внутренних конфликтов. А депутат Верховной Рады Антон Герашенко вообще заявил, что гибель лидера ДНР – это инсценировка. Видимо, в Киеве вспомнили свой опыт с инсценировкой СБУ покушения на журналиста Аркадия Бабченко. Но по-настоящему поразила реакция некоторой части украинской блогосферы. Люди откровенно радуются убийству человека, причем в таких выражениях, что вообще непонятно, осталось ли в них что-то человеческое. Вот что, по крайней мере, можно показать в эфире. Земля ему стекловатой. Слава украинским спецслужбам. Это просто праздник какой-то. Также пару дней назад глумились над смертью Иосифа Кобзона. В Донецке тем временем обещают отомстить за своего лидера. Но пока готовятся к прощанию. Похоронят Александра Захарченко 2 сентября. В обеих народных республиках объявлен трехдневный траур. У Александра Захарченко осталась жена и четверо детей. Из-за теракта начало учебного года решено перенести на вторник. Юлия Чумакова, Дмитрий Кочетков, Григорий Емельянов и Сергей Чеботарев. Первый канал.